Былата поджала, да? Вот сейчас прозвучала песня. Да, бывает, что-то такое случается. Уронил, просвистела, и Толик мне напевает. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Вчера Дебушкины письма в треуголке перебирала. И звучит в голове, крутится, да? И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. И вот эти ритмы, вдруг в любой из дней в тебе начинает звучать песня. И ты даже не всегда отлавливаешь, откуда она прилетела. Но обязательно узнаешь потом, что это строки обеджавы. Это как, да? Воздух, которым мы дышим, песни, которые мы поем, становятся частью нас. Почему-то я сидела и слушала, и возникли строки стихотворения Лены Касьяновой, маленькая, коротенькая. И хочу, чтобы все, что я делаю, превращалось в любовь. А иначе я смысла не вижу. Не вижу. Наверное, Булат Шалович так и жив. Все, что он делал, превращается в любовь. Мы эту любовь чувствуем, и мы хотим петь эти песни, читать эти стихи. Два кузнечика зеленых в траве, наступившись, сидят. Над ними синие туманы во все стороны летят. Под ними красные цветочки и золотые лопухи. Два кузнечика зеленых пишут белые стихи. Они перышки макают в облака и молоко, Чтобы белые их строчки было видно далеко. И в затылках дружно чешут, каждый лапкой шевелит. Но заглядывать в работу один другому не велит. К ним бежит букашка Божия, бедной барышней бежит. Но у них к любви и ласкам что-то сердце не лежит. К ним и прочие соблазны подбираются тихие. Но кузнечики не видят, пишут белые стихи. Снег их бьет, жарает, мучит. Мелкий дождичек крапит. Шар земной на повороте отвратительно скрипит. Но меж летом и зимою, между счастьем и бедой, Прорастает неизменно вещий смысл работы той. И сквозь всякие обиды пробивается в веках. Хлеб — поэма, жизнь — поэма. Ветка тополя — страха.